Привет! С вами Зажигалочка. Что делать туристам в дождливый декабрьский день на Кипре? Пожалуй, отправиться на автомашине в живописную деревеньку в горах Левкара. Левкара находится в 40 километрах от Ларнаки, на южных склонах гор Тродоса. Поэтому серпантиновая поездка по горам даже в дождливый день радует глаз. По пути можно погулять по опустевшим территориям виноделов. Видно, что летом тут бурлит жизнь, но в декабре нас тут никто не встречал и не предлагал дегустации местных вин. Тем не менее, мы с удовольствием прогулялись по винодельни и вдохновились прекрасными видами горных склонов. Левкара – это самая известная и популярная деревня Кипра. Ее советуют посетить в первую очередь как лучший образец и символ традиционной горной деревни. Деревня Левкара В средние века это был один из самых крупных и населенных городов острова. Сегодняшняя Левкара – небольшая деревня с населением менее тысячи человек. В зимний дождливый день на улицах почти никого не встречишь. Но нам повезло. Первые местные, к кому мы обратились с вопросом, оказались здесь живущими латышами, да еще и прекрасными грибами. Для туристов Левкара интересна не только своими колоритными узкими мощеными улочками и живописными видами на окрестности, но и как ремесленный центр по изготовлению изделий из серебра и украшений, а также кружев и вышивки, которые даже получили свое особое наименование – Левкаритика. Левкаритика достигла очень высокого качества. Это произошло из-за сильной конкуренции между деревенскими женщинами, так как кружевы были частью приданного, и каждая хозяйка хотела дать своей дочери самые красивые изделия. По легенде, в 15 веке Леонардо да Винчи посетил Кипр и увез с собой в Италию полотно с левкарским кружевом, которое сегодня украшает Миланский собор. Побродите по самой деревне, по ее узким каменным улочкам, смотровым площадкам, загляните в уютные таверны и вдохните красоту белого камня, работ ремесленников и горного воздуха. Подпишитесь на мой канал, смотрите, набирайтесь оптимизма и заряжайте свои батарейки. Ваша зажигалочка. Спасибо. Спасибо.